Добрый вечер! В эфире новости дня в студии Нина Сакиан. Служба национальной безопасности Арцаха раскрыла дело о государственной измене. Обвиняемый в предательстве не военный, а сотрудник госсистемы. Служба национальной безопасности также опубликовала видео с сообщением, в котором приведены дополнительные подробности. Сегодня СНБ также опубликовала заявление с призывом воздержаться от распространения сомнительных новостей и следить только за официальными новостями. Служба национальной безопасности Арцаха сообщает, что спецслужбы Азербайджана в арцахском сегменте социальной сети Facebook продолжают через фейковые армянские аккаунты распространять ложные сведения и создавать атмосферу страха. СНБ Арцаха принимает соответствующие меры для предотвращения возможных развитий. В рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2022 состояла встреча президентов Армении и России Вагна Хачатурьяна и Владимира Путина. Президент России отметил, что мероприятие уже стало знаковым для его страны, выразив надежду, что оно станет таким же для стран-партнеров. Армения не просто наш партнер, а наш стратегический союзник. Мы ценим это. Настроены на то, чтобы развивать наши партнерские отношения. Заинтересованы в том, чтобы ситуация в стране была стабильной и гарантировала поступительное развитие. Очень рассчитываем на то, что наша сегодняшняя встреча тоже будет этому способствовать, сказал Владимир Путин. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзаям принял помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрин. Обсуждены также темы, касающиеся региональной безопасности и стабильности. Министр Мирзаям проинформировал собеседницу о развитии процессов нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, разблокировании экономических и транспортных связей в регионе, а также деятельности Комиссии по делимитации и пограничной безопасности. Коснувшись урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта, Мирзаям подчеркнул необходимость полноценного возобновления мирных переговоров, направленных на всеоблемящие и продолжительное урегулирование конфликта в рамках сопредедательства Минской группы ОБСЕ, подчеркнув усилия США в качестве страны-сопредедателя. Украинский кризис продолжается. Медленно, но верно, российская сторона развивает свой успех на поле боя. Украинская сторона также заявляет, что не собирается сдаваться. Вместо этого, звучащие из силовых центров оценки не имеют интенсивности предыдущих дней. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Украины в прежних границах больше не существует и не будет. Ранее канадский парламентарий Иван Бейкер подтвердил, что ведутся разговоры о передаче Украины своих территорий России. Он признался, что западные страны уже устали от кризиса на Украине. Напомним слова президента Франции о том, что Москву надо успокоить. Ранее военно-гражданская администрация Херсонской области Украины, которая в настоящее время контролируется Россией, заявила, что область никогда не вернется в состав Украины. Вчера в Степанакерцкой республиканской библиотеке имени Месропа Маштоца состоялась презентация книги про Зайка Эрмина Авакян, вырванной из календаря дни. Это третья книга Эрмина Авакян, презентация которой впервые состоялась в Ереване 10 июня. В книге об общиной размышлении и переживании писателя во время 44-дневной войны. В обсуждении приняли участие арцахские творцы как старшего, так и нового поколения. Автор книги поблагодарила за отзывы, отметила, что организация презентации в библиотеке обязывает. «Как творческий человек, хочу, чтобы библиотека вдохнула новую жизнь. Всегда организовывались важные обсуждения и презентации», сказала Эрмина Авакян. Это все главные новости на сегодня. Всего доброго, до новых встреч!